Всем привет! Сегодня я расскажу вам про еще одно устройство, опровергающее плоскую землю. Это устройство, как вы уже догадались, лазерный гироскоп. Эти гироскопы давно и вполне успешно применяются в качестве датчиков для инерциальных навигационных систем. Но обо всем по порядку. Как вы видите, сейчас я нахожусь на борту самолета и могу продемонстрировать вам одну из таких навигационных систем в действии. Сейчас бортовой компьютер не знает текущей курсы, поэтому я включу инерциальную систему. И нам осталось только ввести начальные координаты. Возьмем их из системы GPS и скормим их в системе. И пока она запускается, у нас есть несколько минут. За это время я расскажу вам, что такое лазерный гироскоп, инерциальная навигационная система и при чем здесь форма и вращение земли. Итак, первое. Лазерный гироскоп. Он же лазерный датчик угловой скорости. В отличие от механического гироскопа, имеет совершенно другой принцип действия. Если в двух словах, то он состоит из источника света, кольцевого канала и детектора. В неподвижном состоянии сигнал через обе половины канала проходит одинаково и на детектор приходят два одинаковых сигнала. При вращении вокруг оси происходит рассогласование фаз сигналов. Детектор видит эту разницу. Чувствительность такого гироскопа такова, что он может заметить вращение со скоростью 0,003 доли градусов в секунду. На заметку, это в 15 раз меньше скорости вращения земли, так что такой точности более чем достаточно. Ну и собственно сама инерциальная навигационная система. Как правило, она состоит из трех лазерных гироскопов и трех акселерометров, расположенных в трех разных плоскостях. Принцип инерциальной навигации заключается в том, что зная свое начальное положение и отслеживая свое ускорение и угловое отклонение по трем осям, можно с высокой точностью вычислить свое местоположение в пространстве в любой момент времени. Я не буду загружать вас лишней информации, поэтому более подробно ознакомиться с лазерными гироскопами и инерциальными навигационными системами вы можете по ссылкам, которые я оставлю в описании к видео. А теперь перейдем непосредственно к сути. Суть заключается в том, что навигационная система, так же как и гирокомпас, способна самостоятельно определить направление на географический полис, несмотря на то, что лазерные гироскопы работают совсем на другом принципе. Попробую это объяснить максимально просто. Допустим, наше транспортное средство, оборудованное инерциальной системой, стоит на земле и направлено точно на север. Для наглядности возьмем самый простой случай, когда транспорт стоит на экваторе. Теперь посмотрим, как трех лазерных датчиков достаточно для определения курса. Продольная ось, отмеченная синим, в нашем случае совпадает с осью Земли. При вращении Земли лазерный гироскоп, работающий по этой оси, почувствует вращение транспортного средства в мировом пространстве. По двум другим осям вращения не будет. Такое соотношение скоростей вращения и воспринимается системой как курс строго на север. Развернем наше транспортное средство носом на восток. Теперь оси Земли параллельно поперечной ось, отмеченной зеленым, и вращение будет только вокруг нее. По двум другим осям вращения также не будет. Такое соотношение, как вы уже догадались, будет восприниматься системой как направление на восток. В целом курс будет определяться по соотношению скоростей вращения по синей и зеленым осям. При нахождении транспортного средства севернее или южнее экватора, вращение также будет осуществляться и по оси, отмеченной красным. А теперь посмотрим, получится ли в системе определить свой курс. Как видите, настройка уже закончилась. Все, система заработала, и мы можем видеть курс, который подсчитала система. Мы стоим почти параллельно полосе 10 правая аэропорта Пулково. Обратите внимание, система показывает истинный, а не магнитный курс. Так что система без проблем справилась со своей задачей, определила курс. А теперь я расскажу, при чем же здесь фейл плосковера. Многие опытные и технически подкованные плосковеры давно знают о том, что существуют лазерные гироскопы. Среди них Боб Кнодл, автор одного из самых известных каналов на плоскоземельную тематику в англоязычном ютубе. Канал называется Globobusters. Если при знакомстве с этим каналом вам покажется, что у вас дежавю, вы не ошиблись. Большинство наших так называемых гуру плоской земли всего лишь жалкие подражатели, использующие чужие идеи и не придумавшие ничего нового. Впрочем, вернемся к лазерным гироскопам. Боб однажды решил, что этот гироскоп – отличный способ доказать статичность Земли. А что из этого получилось, вы можете узнать, посмотрев интервью, которое дал Боб для документального фильма «За изгибом». Мы carried out an experiment to test the rotation to the Earth. Если the Earth is spinning at one rotation every 24 hours, that means that every hour it has to turn 15 degrees. And if the gyroscope is mounted anywhere on Earth, it's going to drift. In today's 21st century navigation systems, they're using what's called a ring laser gyroscope. It is extremely precise. If we could simply get one of these ring laser gyroscopes, we would be able to prove once and for all that there is no rotation to the Earth. One of the people in the community actually purchased one for $20,000. But what we found is, is when we turned on that gyroscope, we found that we were picking up a drift. A 15-degree-per-hour drift. Now, obviously we were taken aback by that. Wow, that's kind of a problem, right? We obviously were not willing to accept that, and so we started looking for ways to disprove that it was actually registering the motion of the Earth, and that it in fact was registering the motion of the sky. So, the next thing that we set out to do was to encase the fibro-optic gyro in what's called a zero-Gauss chamber to see if we could actually shield the energies being generated by the heaven. And we were unsuccessful with that, unfortunately. So, the next thing that we're going to try is encasing the entire apparatus in bismuth. If anything works well, I'd like to release it at the conference. At the conference in Raleigh, we want to have proof there's no curvature. And if we can do that, it's game over. But the rotation is not looking good at this point. We don't want to blow this, you know? Right, right. We've got $20,000 in this freaking gyro. But, yeah, if we dumped what we found right now, we would be, it would be bad. It would be bad. So, what I just told you is confidential. Okay, I don't know. Для тех, кто не понял или не умеет читать, поясню. Потратив довольно внушительную сумму денег, а именно 20,000 долларов, плосковеры купили этот гироскоп, запустили его и неожиданно для себя доказали вращение земли. Браво! Мои аплодисменты. Поначалу он задумался, как теперь опровергнуть собственный эксперимент, но в итоге забил на это дело и решил просто игнорировать все это. Что ж, поведение типичного плосковера. На этом я хотел бы закончить свое видео. Надеюсь, многим была полезна новая информация, а кто-то, надеюсь, сделал определенные выводы насчет плоской земли и ее сторонников. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.